доброго времени суток с вами texer microsoft light симулятор продолжаю полет над англией продолжим маршрут если правильно понимаю час сорок три часа уже занять ну да ладно 327 морских миль так немного мог на любом самолете полететь но я выбрал честного 208 b grand caravan она не быстрая достаточно на мой взгляд подходит для разведывания чтобы не летать на одном том же самолете собственно что тут ливерпуль где мы закончили вылет полетим через манчестер почему манчестер а просто на слуху название через нотингем робин гуд все такое шериф из нотингема пункт в пути кембридж в оксус решил не залетать на его нафиг из кембриджа заход чтобы в лондон прийти со стороны как бы моря напрямую сюда за воротом лондон в нем наличие некие с примечательности но он не говорит что это такое мы это увидим что это такое короче пролет над лондоном а мимо хитроу дальше такой бросок по прямой вот это неприметной точке сейчас найду его вот он находит стоунхендж я его нашел облетаем стоунхендж и через саут гэмптон возле вэйринга не мог называется аэропорт вверх вернее то место откуда я перелечу в европу где шарахтс по европе еще подумаю ну то ладно наверх камбург-то и полить не полечу где-то наверно вот тут может быть он сюда заглянем и скорее всего хрен на сегодня радиус либо через италию в африку либо через гибралтар в африку пока не знаю будем подумать как то вот но на реактивные пока не собираюсь пересаживаться а даже не знаю я по африке думал так пройти можно на сарту сунуть и потом сюда в азию как бы особого стимула переходить на реактивник нету разве что потом метнуться вот в америку плечу до реактивные точно понадобится но пожуем увидим а пока вот так полетели на этом самолете еще не летал хрен его знает как он себя поведет да идет в пути я там погружу германию италию все вот это вот но это когда уже из англии лететь через матч по европе может долго матеряться стран то много они там подрисовали всякого но посмотрим сильно зависать на армии будет тянет в трубике хорошо написано вы можете прийти вы точку отправиться в любую точку планеты да это и привлекает офигенно сделали на такой аэродром как нарисованно хрен сядешь давай загружайся уже человек долго я могу познать но зачем час сорок чем-то они обещают ну на удивление маленькая это англия действительно таким зигзагом и всего два часа на небыстром самолете добавлю так ливерпуль ну да в бледеных картинку лучше не смотреть какая-то страшная картинка вот такой пепелас у меня с отведшим пузом таким ну и грузовой отсек это понимаю ну он караван елки ну что ж давайте смотреть благо меня никто не торопит я че под крышки то ну давайте 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 че у нас тут поз это огни power фонари тоже это все это панель огней пом тут чего это автопилот вот это интересно авиамоник резервное питание авиамоник включена резервный альтернатор надо ли мне стартинг двигателя зажигание я резервную шляпу тоже включу наверно или не надо а а а он 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 внешняя не надо так а а а а что такое не то режим работы двигателя топливный клапан он триммер чё ТАСС, тестирование. Дай мне мотор запустить. Так, я так понимаю, вот тут левая панель, это оно. Вентиляционное окно какое-то, блин, ну дрянь-то всякой. Дай мне мотор. А мотор-то работает получается, нет? А хрен его знает. Варик крутится. Ага, я выключил внешнее питание, он это... Так, ладно, что мы тут пишем? Низкий вакуум. Она издевается, у нее низкий вакуум. Кстати, где прислала трубку пятую, я тоже не знаю. Так, ладно, тогда чек-лист. Теперь запуску двигателя. Пам. Селекция зажигания, покажите мне его. Норм, норм. Норм. Так. Газ, максимальные обороты. Хорошо. Запуск двигателя, переключили батарею. Включить. Маяк. Релье авионики. Включено. Подкачка топлива. Включить. Вон. Стартер. Газ, маленький. Включить. Рычаг малый. Газ, малый. Стартер, выключить. Включить. 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 Подкачка топлива, норм. Норм. Включить. 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 Объект. Перезлётный тормоз, влеску в огонь. Пять. Стояночный тормоз. Навигационные огни. Рулёжные фары. Посадочные фары мне не нужны. Не курить. Не курить. О, пито! Крылевые огни, да. Пост-планеры, режим пост-норм. Всё нормально. Мне кажется, я всё включил. Мотор молотит. По крайней мере. Где у меня ручник? Инерционный туман-уловитель. Блин, тут тоже шаг винта есть. Ай, блин. Ай, задница. Так, ладно. У меня, пожалуйста, ручник. Можно мне ручник показывать? Станинструкция. Включен. Всё. Так, не чтобы его увидеть-то. Вот он. Да, всё. Это вторая класса. Отлично. Ну, давай, теперь посмотрим. Ну, всё нормально. Ставим, молотим. Чё ещё надо? А, связь. Айтис. Высотометр 29,97. Высотометр 29,97. Пойду искать. Температура 18. Дюпоинт, 1,0. Лоу-вакуум. Чего лоу-вакуум? Где лоу-вакуум? Илс. Рунвей 27 в использовании. Лендинг и отправляющий рунвей 27. ЗФР-эркрафт. Дирекция флайта. Все аэркрафты. Возьмуты. 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 Как бороться лоу-вакуум? Не знаю. Единственное. Ладно, не важно. Лоу-вакуум. Так. Назад. Взлет с уходом на восток. Толоса-8-7 в форме рулежной дорожки. Погатонность свяжей. Обязательно свяжусь. На земное обслуживание. Запросить буксировку. Ливерпуль-Гранд, ТЕКСАР-001. Реквестит пушьбэк. ТЕКСАР-001. Пушьбэк. Реквестит пушьбэк. Акцептит. А я убрал стенычный тормоз. Ах, хреновый мая. Так. Вот оно меня сейчас назад откатит. А дальше я уже потом сам. Так. Дай-ка я в кровенную рту. Секунду. Посмотрю. Тормоз. Выключен. Все. Я просто кнопку, отвечающую за него, за этот тормоз я не помню. Правильно. Ну, вроде правильно нажал. Давай буксируй меня назад. Буксируй меня. Ты чу-то творишь, эрот. А, все. Давай. Рядом в основной сидят вещи. Но при этом рядом в основной сидит человек. Правда, странно. И да, я знаю, что так буксировать, наверное, нельзя. Потому что пропеллер-то молотит. То есть у нас было сначала на батарее включить рацию, буксировать. А потом уже заводиться. Ну, чё по делу. Грамм он стоит. Я думал, на грамм они полететь. Но здоровый, громоздкий. Как бы на летающей лодке лететь, ну, наверное, глупо. Я на нем попробую обязательно полететь. Ну, скорее всего, в Европу двинай. Гидросамолет над морем. Давай еще чуть-чуть назад. Назад к разрешениям. Ливерпуль-диспетчерская. Где-то земля. Не знаю. Так, ладно. А чё ты там встал-то? Так. Я думаю, сейчас надо сразу навигацию настроить. Потому что, сволочь, незнакомая. SDI. GPS. А, отлично. Настроил. Стоит. А, нет, уехал. Я думал, он стоит, он уехал. Ну, как-то так. Видал он меня. Тут опять вот эта же самая пляска. Ручник. Шаг газом. Чё я больше не люблю. Вот это вот. Ладно. А, ему пофигу. Мал-мала. Ёкарный, ты бабай. Что тебе ещё не так? А, это... Я сейчас, по-моему, мотор вырыгнул. А, лучше не работаю. А, лучше не работаю. Странная фигня, ёлки. Уважай, самолёт себе выбрал, да? Это триммеры. Я вообще офигеваю. Нет. Ля, Вионики. Тартёр чего-то. Задумался. 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 Продолжение следует... 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 29а, сгинь пока. Так, SDI, 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 где у нас SDI? Так, штурвал. Прячься. Так. Наземное обслуживание. Да отвалит от меня несчастье. Так, по идее, давайте попытаюсь правильно все сделать. У меня надо откатить назад, с тем, чтобы потом взлетать. Правильно? Правильно. Ливерпуль, земля. Буксировка. Вези меня, давай. Я не буду звать, он меня откатит. Мы на это посмотрим. Но у меня опять про вакуум надпись пугает. Ну, я сейчас попробую его запустить на автоматическую. Посмотрим. Что вакуум? Я, конечно, подгаряю, что эту кнопку надо нажать. Но ее даже в чек-листе нет. Я, по-моему, на парковке стою для реактивных лайнеров. Нормально такая работа, да? На это, виновь, не ездить. Самолетов буксировать. Ну, давай, сейчас он переподключится, да. Или повезет. Вот. Вот. В этот раз с выключенным мотором. Ну, в принципе, я мог бы и выехать. На самом деле, на этом мелком-то развернуть сможем. А вот тут уже какая-то рулежная дорожка намечается. Он меня за нее завезет, и я от него отключусь. А дальше сам. Так, все, буксировку отменил. А, мне с ухода на восток, пожалуйста. По готовности связаться с диспетчерской. Хорошо. Остановиться перед полосой 27. Подтверждаю. Ну, я диспетчерскую настроил, конечно. Щелкай, не щелкай, ничего не меняется. Ладно, пофиг. Видимо, когда я доеду туда, будет что-то меняться. Ладно. Кабина. То есть, я сейчас нагло на батарейках. Ну, давайте посмотрим. Ёкарный ты бабай. Ладно. Автовыполнение. Запуск двигателя. Очень сложный, кстати. Тикает. Блин, вот это у него запуск. Я более сложные эти самолеты проще заводил. Я их уже вручную заводил. А все это какая-то беда прям. Но у того что-то топливо не выгорало. Как-то странно. Не знаю, в чем дело. Второй пилот обрабатывает. Второй пилот обрабатывает. Ёкарный ты бабай. А мы запускать будем двигатель, нет? Или второй пилот все еще обрабатывает? Чего там второй пилот обрабатывает, хрен его знает. Тоже зависал его, да? Тоже здесь в конце пункта зависает, да? Отображаем начинь разряда, должно быть отрицательным. Где? Стэндбай бат. Лоу вольт. Там отображается, если что. Чё, двигатель не запустился только вот, блин. Долбаный вы... У меня слов усынится. У меня просто на это нет слов. Хорошо. Где у нас рубильник запуска мотора? Стартер там. Оп, насос был. Переключающий. Это маяки. Это ничего. Ну, не горит. Тут. Ну, у второго пилота ничего вообще нет. Тут. Тут горячий воздух, поток воздуха. Руд, смесь. Ладно, руд, смесь. Не завелось. Он не заводится. Ну, я его завел. Блин, я круче, я круче автопилота. Ну, у меня, конечно, очень удивительно, как тем самим дальше управлять. Ну, ладно, чё, поехали, что ли? У меня, правда, ничего не показывают. Ну, где-нибудь навернусь, я думаю. Я вообще офигею. Я в том плане, что мне непонятно, куда лететь. Куда ехать. У меня даже не светится ничего. Играть и чудеса творит. Ладно. Так. А питошка светится? А питошки тут и нету. Маяка. Фары не надо. Такси. Навигационные, проблесковые. Врубил. Так. Слушайте, я не знаю, где у него приемник этого давления. Но она не орет. Ну, видимо, его нет. Логично. Логично. Вентиляционное, блин, окно. Блин. Тут чё? Топовый клапан. Селектор подачи топлива. Пол. Да. Видим несколько баков. Я её увидел. У меня опять всё утечёт. Не пойму, куда. Но нет. Нету трубки. Этого пито нету. Да. Не просто, чёрт возьми. Я не пойму, почему она мне не хочет показать. Куда ехать? Я щас приеду же. Чё они думают? Я щас в такое место приеду. Меня в жизни не найду. Чё это не показывают? Почему-то в предыдущем случае показывали рулёжную дорожку. Сейчас не показывают. Мед очень странно. Пахнет как дизель. Стой. Раз-два. Так. Райдём. Полоса двадцать семь. Подорожка. Дорожки. И настрой учёл. Дорожка. Двадцать семь. Куда ехать? Хрен его знает. Ну, исходя из того, что мне вроде на восток, надо направо повернуть сейчас. Меня за кого-то специалисты по этим, по аэропортам, видимо, считают. Ну, я просто съем аэропорт, смотрю, вроде как оттуда выезжать, да? Чё без маркера, я не знаю. Закрылки на полную. Мне не вся полоса нужна. Так, чё там слева? Чё слева пишут? А. Там А. Там двадцать чего-то. Ну, давай. Двадцать семь. И девять. Ну, двадцать семь. Вроде как. А мне ничего надо? Полоса. Полоса двадцать семь. Дорожки А. Ну, ок. Ливерпуль Аэропорт информация. X-Ray 1500 Zulu. Или мне надо было туда уехать. Я даже не знаю. Но мне не нужно. Мне короткая полоса нужна. Развлёд. А, вот. Ливерпуль Тауэр Сесна. Альфа Сиэрра. Всё правильно я сделал. Сесна Альфа Сиэрра. X-Ray Голф Сиэрра Альфа Альфа. Город решил он сделать. Ой, прекрасно. Сесна Альфа Сиэрра Альфа Сиэрра Альфа. Департамент на север. Давай, давай, давай. Подтверждаю. Наконец-то. Сесна Альфа Сиэрра Альфа. Всё? На сути всё, да? Погнали. Пока они не передумали. Что значит несанкционированное? Я разрешил взлёт. Пошли в пень. Можно второго пилота выкинуть? А, я вижу самолёт у меня заходящий в лоб. Или это просто точка какая-то горит? Всё, короче, на взлёт. Не волнуй. Бонзай. Даже если это точка самолёт, он вынужден будет выступить. Какое руление? Мы взлетаем. Мы взлетаем. Ой, тут шасси нету. Тут шасси втянуть. Тут шасси нет. Короче, я взлетел, наверное. Я вот и не уверен. Не взлетел. Не взлетел. Не взлетел. Това, как? Не взлетел. Нет. Не habilito. Nee. С케이 Partsion. Ну, вроде, иду вверх. Так, закрылки убрал. Можно им их с пилтом перекинуть в пару слов. Погоди, погоди, отвалят меня. Эй, ты что делаешь? Режим стабилизации высоты сработал, да? Блин. Погоди, я ж на паузе. Так. Во-первых, почему вторая объявника выключена? Так, прекрасно. Смеляты высоты, есть. Автопилот. Есть. Навигация, да. Погодите, не пугайте. Не пугайте. Не спеши. Назадит, как спешит, он откручивается на аэропорту. Не спешите, не спешите. Не спешите. Не спешите. Блин, автопилот не работает, чё за шляпа? Да помолчи ты Ты чё, шасси есть? Шасси у тебя нету Он вниз летит Чё за хренатень? Он реально летит вниз Автопилот не работает вообще, никак Директор на сгинь, куда ты, директор-то мне? Оп Вот я отпускаю, а тут шпике уходит Автопилот не автопилот Чё, заработал? Ну наконец-то Я жду, он мне хана Так Фу Вот это была война, да? Так, хорошо, давайте Теперь высоту лапать Так Ну, вроде всё, вырвался Вырвался, ёлки Так, мне никому ничего не надо сказать Безназонный жёлтный Прекращено Типа всё, прощай Стопай, ты куда меня ведёшь? Я понял, буду воевать с полётным планом, да Так Так Полётный план Полётный план стал очень странным Вот куда он меня сейчас ведёт? Не знаю А он меня, наверное, проведёт сейчас на 5 Надо занимать аэропорту, чёртова Ну, я не против, ладно Лети Лети, орёл Так, всё в зелёной зоне Ну, ладно Так, ладно, пофигу Сейчас, посмотрим, что эта штука утворять будет Мне прямо уже интересно Чё? Летим, жизнь прекрасна Я никуда не врезался Это главное Что творил автопилот? Хрен его знает Скоро ещё прибавлю Красота А честные под нами Ну, если упадём, то в говнишко будет мягко Скорее всего, он хочет вернуться на Ливерпуле И дальше уже пойти по курсу Не буду ему в этом мешать Значит, он не пытается спикировать Ёлкино, взлёт был Во-первых, сначала самолёт фигнёй страдал Теперь вот этот вот фигнёй страдает Так, я хочу до 2000 подняться, наверное Хотя, может, на полутора останавливаться Ну, как бы ниже он больше тратит У меня тут интересно, он сейчас долетит до аэропорта А чё дальше-то? Ну, нихреново я его чесал, да? Пока воевал с ним Ладно, это на Ливерпуль посмотрим Прилетали в тумане Ну, особенность Ливерпуля, что машины переезжают в море по дну Смешно Глючные эти мосты Да Вон на аэропорт, с которым я взлетел То есть я взлетел, тут как бешеная селёдка прочесал над этим всем А вот ни хрена не пляж Чё-то непонятное Сюда от корабли заходят, да, разгружаться А это что такое? Одинозапная штука Так, шасси у меня не втягиваются Знаете, я почему-то смотрю Я люблю, наверное, побольше самолётов У меня вот эти вот мелкие креветки Чё-то совсем не катят Мне чем больше, тем приятнее Чё-то скотина видит в Ливерпуле? Не знаю Ну ладно, я дождусь завершения этого залёта в Ливерпуле По три процента на топливо, что ну не страшно То есть, даже если мне топлива не хватит на весь полёт Я нагло сяду на какой-нибудь аэродром Дозаправлюсь в плечу дальше Почему нет? Там же есть режим конвейера Посадка конвейером, сеться, заправиться А, слушайте, конвейером, наверное, не заправишься Надо же говорить К перрону выезжать А? Кто летит? Никого не летит Я тут над аэропортом кружу, там самолёт сзади меня прошёл Ну, он высоко, мне кажется, прошёл Так, медленно карабкаюсь вверх до двух тысяч Как докарабкаюсь, наверное, быстро полечу Но стрелка в зелёном секторе, так что, я думаю, мотор перегреться не должен Чёрт в кукурузник Ну, кстати, залетел лучше вот предыдущего даймона двухмоторного А этот получше залетел, это не такой дёрганный, его легче удержать Так, ну да, мне прям интерес, что он сейчас делает Вертикально сейчас в пике и в аэропорт Возьмётся, да? Какая стоянка не кислая Так Ок Ваши действия, товарищ автопилот Полный игнор Понял Полный игнор Включен Включен Режим навигации Включен, чёрт возьми Включен 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 скотину, блин, а тут не управляется. Add карту. Так, по-моему, пошел на разворот. Я не уверен ни хрена, но очень на то похоже. Тут проблема в том, что я как в этом полетном плане, я не могу в него войти. Удалить полетный план. Нет, я не хочу удалять полетный план. Как мне в меню войти? Навигацию по ФД. Я раньше входил на другом самолете замечу. Это приемник. Это CDI немножко другое. Это давление. Не рейнджем ни хрена она управляется. Ну вот как? Вот в это вот. Экран тут не тачскрин. Там где-то экран тачскрин вообще офигенно все. Тут никак. Ладно. Я потратил немножко топлива, но надеюсь сейчас полет все-таки продлится. То есть я вернулся, да. Если я мог переключить точку, я не могу и переключить. А может быть направо надо дисплей переключать? Ну, собственно, он уже сам переключил. Так зачем он к старту возвращался, я не пойму. Ну все. Снова пролет над аэропортом. Сумбурный взлет такой, конечно, получился. Ладно. Пойду лишние фонарики подключаю. Что еще делать? Фонарики отключать. Так, такси в пень. Навигационные, проблесковые. Огнемыка. Ну это все надо, я так думаю. Тарелу еще не буду, я как вырулиться. Так, давай, полет на план. Опа. А тут другое меню, слушайте. А вот тут может работает. А хрен там. Плавал. Так, я не переключил, нет, я не переключил. Это барометр. Приемником. Да хрен там. Вот мне сюда надо войти. Вот в это меню. Как? Это прямой выход. Никак. Это панорамирование. Не то. Эти никак не подписаны. Было вот это. Вот тут появляется. Navigation map. Полет план. Но я не могу опять-таки ничего сделать. Я не могу изменить полет план. Вот в чем. то есть мне нужно активный курсор вот тут, чтобы переключаться. А как мне выбрать это waypoint? Приемники. Вот этот блок клавиш должен. Но почему-то у меня не он. Работает. Ах, я не знаю. Вообще не представляю. Хотя вот вроде блоки навигационные во всех самолетах одинаковые. Но. После какого-то обновления. Полетный план изменил немножко свой вид. Ну какого-то. Две серии назад. Обновление. Полетный план изменил свой вид. Стало вот это окошко вылезающее. Полетный план стал немножко другое. С тех пор я ничего с ним не могу сделать. Какой ручкой у него войти теперь я даже не знаю. Так. Сопровождение. За линии наверное не нужно. То есть как-то в процессе менять точки нельзя. Стало нельзя. Ну вот. Пять процентов топлива спалет. О чем зря. Ну что ж. Вылет вот такой вот. А он уже вышел на ровное. Он на ровное уже вышел. Он уже не взлетает. Он бултыхается около двух тысяч. Ну в общем все. Первая остановка. Манчестер. Ну не остановка. Над Манчестером. И высветился. А что 12 миль на него что-то? Погоди. 12 миль. Ну. Добавно. Близко. Ёлки. Близко. Ну реально получается Англия такая достаточно небольшая. Ну как сам Ливерпург попрощался. Не успел я взлететь. Прыжками промчался в полослепной полосе такой. Мне диспетчер посмотрел наверное. А и прощайте. Пипец. Так с вами никто там не хочет разговаривать. Манчестер заход на посадку наверное нафиг не нужен. ВПП Лим Дам. Дамба какая-то там видимо. Ой внизу машина по домам по-моему едет. Что-то такое там творится странное. Автобус. Эх не успел последить за ним. В общем он сквозь дома ехал. Шсейка. ВПП Лим Дамба. Ну Дамба то я там не вижу на самом деле. ВПП. А это не тот тухлый аэропорт на котором я пролетал когда к Ливерпулю приближался. Ну, смотрите, по виду это травяная ВПП какая-то такая, да, убитая. Но она никак не отмечена. Интересно, если попробую сесть. Мне как это авиакатастрофу засчитают. Типа разбил самолёт. Ну всё, трахтит, в общем-то, убери. Главное, без топлива не остаться. Потому что топлива он жрёт как-то так бодренько. Там вообще на комнате поле этот метр стоит, это, ну, типа аэропорт, аэродром, вернее, но аэродром не вижу. Отметка-то, да, аэродром, на юж аэродрома. Вот это, что ли? Нет, там тангара-маяча. Ну, короче, они, видимо, предлагают прямо в поле садиться. Да вот это, что ли, полоса? Они туда издеваются. Короче, распахали полосу, что никто не садился. Судя по всему. Пока чё. Ветерок есть. А какая погода прекрасная. Летай и смотри. Мог целый час лететь. Но, блин, первый самолёт подгадил вот это вот. Как его звалось? Не помню. Ну, вот тот толстый пузатый самолёт, который какой-то караван. Ну, блин, почему он не заводился, я не знаю. Я, кстати, тоже не заводился. Я же почёлку по чек-листу в автомате. Он там зависал на предпоследних пунктах. Ну, там, за два, за три до конца пункта. Он зависал. Я завёл его чисто вручную, просто ключ наставку. И он завёлся. А там он ждал ответа второго пилота. Как мне пнуть второй пилот, чтобы он ответил? Непонятная система. Мне кажется, что-то тут в игре немножко недоработанное. Есть какие-то вот затыки. Жалко, караван не завёлся. Мне было, конечно, интересно его полетать. Я знаю, как его завести. Надо просто задать старт в воздухе. Пользовательский старт в воздухе. Он уже включен и полетит. И будет всё нормально. Но мне такой подход не очень нравится. Я бы, конечно, так на Кинг Эйре летал. Или Эйр Кинге, как он, бичкрафтер. Но у него довольно высокая скорость. То есть он довольно скоростной. И на нём тяжело разглядывать что-то внизу. Но он раза в полтора быстрее вот этого. У него 30-30 крейсерская. То есть, ну, такая нормальная у него даже. Если медленно лететь, да, у него где-то 150, наверное. Если прям плестись. Только чтобы не падать. Ну, может закрылки, конечно, выпустить. То есть, ну, побыстрее существенно. Он промелькнет, что-то хочешь увидеть и всё. А между тем, кстати, до Манчестера взлетел. Да? Да? Да и нет. А Манчестер у него аэропорт есть. Кстати, на аэропорте я заход и, получается, и сделаю. Ну, не то, что прям заход. Сейчас я туда веду. Ну, просто. На карте проще отмечать. Да? Класс в аэропорту. Такое значок. И опум добавлен. Нормально. Дальше летим. Я не знаю, что за солевая равнина такая. Там, наверное, видимо закапывают. В большом количестве. Блин, есть же креветка-то, а? Кен Мор Эйр. И да, со мной сидит второй пилот, который я с собой не брал. Чтобы туда одеваться почему-то. Отрисовка такая. Ну, модель такая, не знаю. Почему на такой высоте? Ну, ладно. А что, здание бесконечное или стоянка бесконечная? О, самолет. Давайте на полосе. Что, они тут выруливают, что ли? Или он просто на взлет ждет? Ну, кстати, поставочный полосок, он для малой авиации какая-то. Ну, правда, это тоже не сильно больше. Не, наверное, короткая она какая-то. И я бы вот такой самолет не взял, чтобы с него поднимать. Не, поднимать бы взялся, сажать не взялся. Смотрите, он пополз. Реально выруливает. Так, автопилот работает, все прекрасно. А это, кстати, по рулежной дорожке ползет. Он вырулит, наверное, и на старт. О, на посадку зашел. Ну, прям подо мной, а что, я и взлетаю нормально. Башня. А, это стоянки для самолетов белые такие. Так, у него. Кстати, вот, да, Манчестер. Прошу любить и жаловать. Вот, смотри, еще один заходный посадок. Его видно будет. Вон он идет низко. Прямо аэропорт тут. Трудится, не покладая лапу. Нормально, он с жилыми районами заходит. Наверное, там шумно. Он плывет. Так, по ощущениям, он почти с моей скоростью летит. Понятно, что он быстрее, но не сильно вроде-то. Как-то он высоковато зашел. Понятно, что бот-самолет посадит. Идеально. Даже, наверное, не бот, а скрипт. Ну что ж, давайте-то на этом закончим. Взлет был нервный. Жмите, пишите. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова